Дорогие друзья, мы и приехали по тому адресу, где сейчас должен происходить периодический сеанс. Сейчас мы позвоним и все это увидим собственными глазами. Видимо, можно входить. Вызываю дух генерального секретаря. Вызываю дух генерального секретаря. Генеральный секретарь, вы меня слышите? Отвечайте, да или нет. Отвечайте, да или нет. Добрый вечер. Вы что, вы что, материализоваете, Леонид Ильич? Слава Богу, нет, мы с телевидением. Я вам звонил, вы сказали, приезжайте, сами увидите. Слышите, нет? Ну, вспомните, я звонил вам, звонил вам по телефону. Вы сказали, приезжайте, сами увидите. Все, слышите? Давайте, вылезайте. Слышите? Вылезайте. Вспомнила. Вы знаете, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Задавайте. Вас как зовут? Изабелла Ивановна Цветочкина. Сюда. Изабелла Ивановна, знаете, я хотел... Может быть, мы и сядем? Садитесь. Спасибо. Я... Спасибо. Значит, Изабелла Ивановна, скажите, пожалуйста... Может быть, вы чаю хотите? Нет, чаю я не пищу. Изабелла Ивановна, скажите, пожалуйста, вот... Вы занимаетесь спиритизмом? Безусловно. Безусловно. Значит, вы спирит? Нет. А кто? Я медиум. Медиум, понятно. А что такое медиум? Это посредник. Посредник? Посредник между чем и чем? Между тем и тем. Понятно. Да. Значит, скажите, пожалуйста, как у вас это все училось? Вы знаете, младший человек, однажды в детстве между моими родителями происходила перестрелка. У нас в воздух поднималось буквально все. Ложки, вилки, мебель. Понимаете? И вот тут мне в голову стрикошетила фарфоровая блюдца. И на голову упал дубовый стол. Вот с тех пор я слышу волосы. И как часто вы слышите? Всегда. То есть абсолютно всегда? Абсолютно. Утром, днем, вечером, ночью. Все время, что вы ушла в трубу. Да, все время. Вот по утрам, молодой человек, я обычно слышу молоком, кислым молоком. А вот по вечерам я слышу, света, иди домой. А вот в последнее время я очень часто слышу еще одну фразу. Кришка, гад ползучий. Опять не будет дюкался. Понятно. Я, значит, вижу здесь вот разложены какие-то... Есть какое-то объяснение тому, что вы слышите? Чем? Ну, вот эти голоса, которые... А, безусловно. Да, какое? Научно. Научно, да. Я вам сейчас все расскажу. Вы знаете, это другие миры. Да вы что? Они просто посылают нам свои сигналы, понимаете? Они как бы посылают нам сигналы, но мы их не можем воспринять. Потому что люди, как бы в большинстве своем, они же просто спят. И ничего не слышат. А вы слышите? Безусловно. Я слышу. Это да. Я вам более того скажу. И просто очень чутко сплю. Понятно. Изабелла Ивановна, вот здесь на столе мы сейчас попросим нашего оператора, он нам покажет получше это все. Значит, какие-то предметы разложены. Вы не могли бы нам рассказать, вот, что это такое вообще, зачем это все? А, да. Вот это, это блюдце. То самое парфор, которое мне... Так. Какое-то рикошет. Это моя реликвия. Понятно. А вот это поле. Поле. Понимаете? Поле. Оно начертан на таком куске ватмана. Оно представляет из себя такой круг. И по верхнему полушарию этого круга расположен алфавит. В строгом порядке. От А до Я. Более того, это все поделено на четыре части. Естественно, да, нет, не знаю. И крест. Крест. Это крест. Понимаете? Это крест. А зачем крест? Он нужен. Ага. Ясно. Ясно. А это... Это крест, да. А. Он такой вот. Ну, понятно. И что? Да. И все? И все. А-а-а. Понятно. Да. Понятно. Эм, Изабелла Ивановна, скажите, пожалуйста, вы не могли бы сейчас продемонстрировать нам этот процесс? Как это все происходит? Эм, в каком смысле? Ну, в смысле, как это происходит? Как это вот, 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 сам процесс. И я хотел бы пронять в нем участие. А в смысле, вы имеете в виду процесс? Да. Вот это? Да, 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 да. Ага. Простите, что вы хотите? Значит, объясняю. Да. Как происходит этот процесс? Тогда, вот, вы вызываете духов. Кто? А. Я. Да. Правильно, я медиум. Нет, я спирит. Вы спирит, вы медиум, вы вызываете духов. Естественно. Ну, как это происходит? Ну, как это происходит? Ну, а, то вы хотите, чтобы я процесс продемонстрировала? Ну, подожди. В смысле, вы имеете в виду, как бы, чтобы и вы, как бы, в этом процессе, как бы, приняли участие, да? А, хорошо? Фу, хорошо. Давай начнем. Что нужно делать? Разписаться в бедрости. Зачем? Потому что, молодой человек, если вдруг, сейчас, здесь, что-то случится, то я снимаю себе всякую ответственность. А-а-а. Хорошо. Давайте начнем. Что нужно делать? Значит, нужно сначала определиться. Сначала нужно определиться, кого мы будем вызывать с вами. А кого можно? А любого. Главное, чтобы он уже умер. Так, давайте вызовем дух Петра Первого. Нет. Почему? Говорю сразу, он не пойдет. Почему? Ну, понимаете, я говорю сейчас с чисто эстетической точки зрения. Так. Ибо, если мы вызовем Петра Первого, он может что-нибудь сморозить, такое, причем сразу. Ну, давайте тогда говорим. Тем более, что я хочу вас предупредить. Духи вообще не любят. Понимаете? Я говорю, они меня любят, когда их тревожат. Могут произойти какие-либо казусы. Понимаете? Понятно. Вот, например. Однажды. Я решила вызвать дух Казанова. Дай-ка, думаю, его вызову. Ну, все-таки, естественно, он был баб. Понимаете? Я думаю, хоть потрепаться можно будет. И что вы думаете? Ага. Он меня два часа уговаривал. Пойти на ипподром и купить ему журнал Playboy. И вы пошли. Нет. Пошел он. Понятно. Или вот однажды. Я, значит, вызывала, вызывала. И вдруг, думаю, дай-ка вызову Илью Муромца. И вдруг вижу, он въезжает ко мне в комнату прямо на коне. Остановился в таком зерном районе. Конь такой белый в яблоке, в серый. Так, копытом просто роет прямо вот мне пол. А он говорит, ой, ты гой, Иси, красная девица. А давай с тобой поболтаем мы. А следом я гляжу. Алешу Поповичу, я ему говорю. Алеша! Да, да. Что? Я вам не верю. Это не важно, молодой человек. Так вот, я говорю, добрыня. Я не верю вам. Я вам не верю. Если сейчас я это не увижу собственными глазами, я думаю, что вы будете выглядеть в не очень хорошем свете перед нашими телезрителями. Хорошо. Кого будем вызывать? Ну, давайте Илью Муромца. Сейчас, 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 секундочку. Давайте я дожду, чтобы вы не вышли. Так. О-о-о. Это плохой знак. Да? Да. Нет, будем вызывать, все равно. Теперь положите два пальца на блюдце. Вы готовились на старт. Внимание. Вызываю дух Ильи Муромца. Вызываю дух Ильи Муромца. Илья Муромца, вы слышите меня? Отвечайте, да или нет. Отвечайте, да или нет. Что делаете? Перести мою пиле блюдцем! Вы, вы, вы! Вы Douglas! Отвечайте, да я вам родственникам! Со двери! Тихо, обелепы, вы, вы! Это, пиле! Вы, вы, вы. Это меня... Что делаете? Я должен хоть как-то общаться, хоть с кем-нибудь. Со столом, с блюдцем, с тараканом. Простите, его не фомазывают, нет?